Привет всем! Сегодня у нас вторая часть фильма о том, как выбрать увлажнитель воздуха для дома. Кто не смотрел мою первую часть, можете посмотреть, ссылка будет в описании. Для тех, кто интересуется, как она работает, расскажу. Мойка действительно увлажняет хорошо, дышится лучше, мой сын стал хорошо спать, всё отлично. А насчёт того, насколько она сильно собирает пыль, скажу сразу, это не пылесос, поэтому пыль она собирает, но квартиру всё равно надо убирать. Итак, погнали! Вторая часть фильма, как выбрать увлажнитель для дома. Первым делом я рекомендую найти какой-нибудь ресурс, где много отзывов. Таким может быть или Яндекс.Маркет, или ещё какой-то агрегатор интернет-магазинов. Там вы найдёте правдивые отзывы и сможете воочию посмотреть модели, как это сделал я. Вот вы видите, я нашёл такой ресурс, много моделей, много отзывов. Кстати, моя мойка уже стоит 680 рублей, хотя я её брал за 590. То ли реклама, то ли ещё что-то повлияло на рост цены. Непонятно что. Ну вот, существует три вида увлажнителей. Это ультразвуковые, увлажнители горячим паром и мойки воздуха. Начнём с самых простых, это с ультразвуковых. Достоинства ультразвуковых увлажнителей. Это их стоимость, они очень дёшево стоят. Второе, они маленькие, компактные. И третье, они просто симпатичные и красивые. Ультразвуковые увлажнители очень восприимчивы к качеству воды. Это основной их недостаток. Долго они не протянутся, если лить в бачок жёсткую воду. Такая, какая течёт из-под крана. Производители рекомендуют использовать отфильтрованную воду. Но даже при таком раскладе, это мало чем помогает. Так как соли, содержащиеся в распыляемых частичках воды, оседают белым слоем на мебели, полу и самом увлажнителе. Предотвратить такое могут только более качественные и продвинутые фильтры. Или же дополнительные системы очистки. Итак, ультразвуковые увлажнители. Первое, быстро ломаются. Второе, для них нужна специальная вода. И третье, они небезопасны. Так как разделяют воду на мелкие частицы воды и минералов. Что мы видим в виде белого налёта на мебели. Поэтому я сразу понял, что это не мой тип увлажнителей и такой увлажнитель мне не нужен. Обратил внимание на увлажнители горячим паром. По сравнению с увлажнителями других типов, паровые имеют самую большую производительность. За час работы могут выпарить 450 мл. А некоторые модели до 700 мл. То есть эффект от использования такого парогенератора можно почувствовать довольно-таки быстро. Главное не перестараться и не устроить квартиру, баню. Фактически дома у вас получается кипяченый чайник, который работает всё время. Благодаря кипячению, качество воды не влияет на качество пара. Он выходит оттуда стерильным. Значит белый соляной налёт на полу и мебель, которым грешат ультразвуковые увлажнители, в данном случае не будет получаться. Такой увлажнитель не нуждается в фильтрах, не требует регулярной очистки. Казалось бы, вот она модель, но нет, есть и недостатки. К минусам парового увлажнителя относят высокое энергопотребление. Ведь кидает он энергии до 600 ватт, когда ультразвуковой съедает в районе всего лишь 50, а мойка воздуха всего лишь 15-20. Ещё один немаловажный факт в том, что горящие струи пара можно обжечься, поэтому их нужно оставить далеки от детей или где-то на мебель, что в данном случае мне не подошло. Тогда снова пришлось лезть на YouTube, смотреть ролики, читать отзывы. И первый ролик, который я посмотрел, это был ролик о мойке Либерг ЛВ-20. Мойка мне понравилась и решил позвонить в магазин и узнать, сколько она стоит. Пока я звоню в магазин, можете поставить лайк и поддержать меня. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А это Эвен Артангадин? Да, Сверен Артангадин ещё на компании. Скажите, у вас мойка воздуха Либерг ЛВ-20Р есть? Вот так, два фоточка, вон момент. Не знаю, не ясно. Скажите, а вообще это нормально, как бы модель компании? Ну, честно скажу, как в прошлом году продали их, может, штук, штук, штук. Ну, не больше двадцати, да? Да. Как бы, ну, что-то ломалось, что-то нет. Ну, как бы, мойка слабая в плане того, что там диски плохие. То есть, диски тоненькие стоят, они очень легко деформируются, перепадает температура. То есть, даже когда приборчик, ну, новый открываем коробку, уже пару дисков там идут волной. Опять-таки же, по дискам, да, они идут гладкие. В дисках функция какая-то. То есть, они должны из поддона зацеплять на себе водичку и поднимать ее в максимальную точку, откуда вот происходит сдув вентилятором и выходит просто увлажненный воздух. То есть, эта влага должна подняться наверх на дисках и оттуда сдувается. Ну, и что-то там остается на дисках и потом смывается в поддон. Ну, это именно очистка так идет уже. И тут какой момент. То есть, диски там гладкие, просто жеребки есть, которые цепляют водичку. Но гладкие диски, они не поднимают. То есть, в таких приборах нужно сдать за кольцовочки. То есть, это недели три. А пока жесткая вода, разъезд в пластике, он станет еще ржавым. Ну, то есть, накид образуется на дисках. Тогда появляется степень, тогда прибор выйдет на свою максимальную производительность. В чем я сильно сомневаюсь, что он реально может давать 400 миллилитров в час. Ну, это как бы это, даже там, я не знаю, лента, банека, столько вини они могут, не выдают. Да, собственно, такой объем. Хотя у них как бы там еще получше гораздо. Но, вы когда потом начинаете эти диски мыть, то есть, разбирается барабанчик, моете эти диски, вы за кольцовку частично смываете. И у вас опять производительность падает. То есть, вот это такой вот основной момент. Ну, опять-таки же, как бы техническая поддержка сервисных центров у нас в Беларуси очень падает по Эберду. То есть, их просто аксируют. Нам, по крайней мере, ни одной не их отчинили. Вот на офисе, как бы, есть вебер от 15 БК. Чёрное заактировано. Мы еще там не описывали его стоит, как бы. А, да, а скажите, кто там еще в эту цену можно посмотреть? Какого вы порекомендуете? Так, ну, смотрите, как бы, порекомендуем уже много чего есть по наличию, да. 350-400. Смотрите, что могу предложить? Два варианта в эти денежки. Либо это будет Супра 130-е. Ага. Так я записал. Что еще? Супра 130-е. Ну, там 380-е на этом можно сделать. Либо, если самовывозом будете забирать, банека W200 мы можем отдать за 400 рублей. А отличие какое? То есть, в Супре стоит дисковая система стоит. Ну, не самая хорошая, да. То есть, чуть-чуть даже, наверное, повеселее чем в леберке. Но, в целом, то же самое. У банека, как бы, вот это W200, там стоит губка синтетическая. Она не требует замены. Она всегда очень много влаги впитывает. То есть, когда она крутится на барабане. Она толстая, 2,5 см. Там и натяжение капли присутствует за счет оплетения. И ничего не боится. По уходу очень простая. То есть, грубо говоря, дали строку закинули, как бы, постирали и обвели обратно, как бы, опять пользуясь. То есть, если это дисковый механизм, дисковый механизм нужно будет разбирать и раз в 2 недели уделять на это, ну, часа-два времени. Это если вручную мыть. Ну, если посудомоечная, ну, это все равно, то есть, разобрать, собрать, это занимает минут, там, 15. Ну, и потом, как бы, посудомойка делает, это все дело. Угу, ясно. Ладно, хорошо, спасибо. Я по моделям посмотрю. Да, есть еще, как вариант. Ну, я не знаю, там, Royal Klima, Alba Lux. Ну, это, честно скажу, как бы, дешевая китайская копия Boneco 1355. То есть, там, ну, смысла нет. Она шумная, как бы, и Китай, Китай. Да, понятно. После разговора с менеджером решил все-таки остановиться на дисковых мойках. Вот. Следующей мойкой стала мойка LG. Кстати, ее бы я и купил, просто на рынке в моем регионе ее не было. Мойка хорошая. Можете вот сейчас посмотреть видео. Она небольшая, удобная и довольно-таки функциональная. Но суть в чем, что, то есть, я звонил в магазин, и магазины мне рассказывали то же самое, что и предыдущий менеджер. Что эти мойки плохие, идут гнутые диски, много брака, и не стоит их брать. И рекомендуют Boneco V200. Вот. Модель, которая есть в наличии. Поэтому я хочу обратить внимание для всех тех, кто звонит в магазины, и не стоит сильно доверять мнению менеджеров. Часто они просто пытаются втюхать ту модель, которая есть в наличии. А действительно хорошие модели, они и сами продаются, как говорится. На вороты, которые часто встречаются, типа ионизации, гидростата, на самом деле, вообще-то не нужны. Гидростат будет брать, потому что он будет стоять прямо в мойке. А ионизация, ну, она не нужна, и вы ее толком не почувствуете. Это дополнительная фишка, которая удорожает продукцию. Основные параметры, на что стоит обратить внимание, это на качество дисков, они должны быть шершавыми, и на производительность мойки. То есть, она должна быть не ниже 300 мл в час. Те, что ниже, то есть, комнату вы сильно не увлажните. Обращайте внимание на цену, она не всегда адекватна с точки зрения качества, функциональности. То есть, иногда популярные модели просто на их цене завышены, их не стоит покупать. Как это произошло с моей моделью Linear. Она сейчас, между прочим, стоит дороже, чем LG. Вот. Купил я мойку все-таки другую. Не те, что вы видели ранее в этом видео. Моя мойка называется Venya 40, производство Корея. Вы ее можете увидеть и про нее рассказываю в другом видео. Если вам были полезны мои советы, пожалуйста, ставьте лайк. Если нет, ставьте дизлайк. Если кому-то что-то непонятно, оставляйте свои комментарии. Буду помогать, отвечать. Если вам было интересно и вы хотите дальше еще получать полезные видео, подписывайтесь на канал. Всем пока. С вами была Свалочка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok